Всем привет, ребята! Мы едем на дачу с Кариной, и сейчас я за ней заеду. Перед тем, как ехать на дачу, обычно мы заезжаем в Макдональдс, но мы обе не хотим там питаться. Карина, потому что она хочет просто правильно питаться, худеть, не принимать в свой организм всякую неполезную жирную пищу. А я, потому что из-за Макдональдса у меня появляются прыщи. Так что, реально, я это уже заметила. Конечно, можно было и раньше догадаться, точнее, не то, чтобы я отрицала этот факт, то, что у меня из-за Макдональдса прыщи появляться могут и все такое, но я просто думала, что это, в принципе, из-за того, что я могу есть неправильную пищу. Но, как оказалось, я могу даже скушать чипсы, например, и у меня все нормально будет. Но как только я ем Макдональдс, пипец. Погода, к сожалению, не очень радует, достаточно сыра на улице, нету прям дождя на данный момент, но сыра. Вот, я скорее сейчас еду за Кариной, потому что уже дофига времени прошло. Я немножко опоздалась тем, чтобы выходить. Сейчас 2 часа дня. Вот, я сегодня в 12, ну, вообще в 11.30 сначала встала, потом до 12 валялась и все такое. В общем, да, сложно, конечно, сразу так быстро перестроиться и более-менее рано вставать, после того, как ты очень долго, очень поздно ложился. Сейчас я заеду за Кариной, и мы с вами вместе уже будем в кадре. Так что... Да, привет! Вот мы, наконец-то, уже едем на дачу, зашли в братья Караваевы, перекусили. Я уже им рассказала, почему мы не в Макдональдс поехали. Потому что каждая из нас не хочет там появляться в силу своих проблем. Не предлагать тебе Макдональдс. У каждой своя проблема. Держи, у меня есть и проблемы с лицом тоже в плане, когда я в том, что у меня... Ну да, в любом случае, но... А у тебя только одна. У меня две проблемы с Макдональдсом, у тебя одна. Ну, не, можно сказать, что у меня тоже не одна. Я потом, когда ем, у меня живот может болеть. Пока мы едем, ехать нам где-то минут 50. Осталось. Уже едем полчаса. Просто так болтали. Ну да, поскольку вообще мало очень в последнее время болтали, виделись. Я думаю, что многие это заметили. И начали писать. Директ. Типа, вы чё поругались, а чё случилось, а вы чё поссорились. А вот и в дом где-то там. Это я помню уже, да. Каждый раз. Там мозг живёт. Ну, что? Да, конечно, мы ругаемся ежедневно, ежеминутно. Ну, не, всё нормально, просто бывают разные периоды. Иногда мы видимся каждый день на протяжении, не знаю, чуть ли не месяца. Иногда мы две недели видимся пореже за счёт каких-то обстоятельств. Юля, например, стала пропадать часто со Славой. Да, я как раз хотела сказать, что я ушла в музыку в будке. Стала пропадать в будке. Да, я ушла в музыку вместе со Славой. Ну, как, он-то там давно. А я просто такая, блин, так вдохновляет. Ну, я уже рассказывала в своём блоге из повседневной жизни. Вот, и мне реально, вот знаете, обычно бежишь домой, чтобы скорее продолжить смотреть сериал. А я бегу домой, чтобы скорее продолжить там работать над музыкой и ещё что-то. И мне это, конечно, безумно интересно. Да, у меня тоже какие-то свои сейчас за годы. Хочу свою одежду делать, Маше тоже. Поэтому мы с ней гоняли по выставкам. Скоро поедем тоже на всякие производства. Будем искать что-нибудь, типа там, в цех, где это всё будет делаться. Поэтому так получилось просто. Мы, конечно, уже взрослые девушки. И иногда бывает такое, что мы не видимся всё время. Но у людей больше вопросов из-за того, что мы там на одних мероприятиях, но друг друга не снимаем. Это просто так получилось. Ну да, на самом деле просто на Карла мы со Славой приехали раньше. Мы там уже погуляли, поснимали уже. Ну то есть уже потусовались только сколько можно было. И уже как бы планировали уходить. Вот, потом встретили ребят. И как-то нам уже и снимать ничего не хотелось. Карина тоже там уже сняла, что хотела. Ну и просто мы немножко поболтали и поехали каждый там по своим делам дальше. Поэтому тоже так интересно. Всё не так, как кажется. Мы от того, что не можем вам, знаете, всё рассказать на 100% в своей жизни. Не потому, что как бы мы скрываем что-то. Потому что это невозможно просто всё, каждое просто действие рассказывать. Поэтому у вас возникают вопросы. Это абсолютно нормально. И когда до предела доходят ваши переживания, мы уже вот берём и записываем. Да, и всё нормально. Потому что реально люди думают, что мы вот прям если сколько-то не общались, то всё. Это значит, что мы поругались, поссорились. В этом видосе мы хотим обсудить несколько горячих тем. Сейчас я облилась. Я сегодня... Знаете такое? У меня вообще такая жесть была. Я сегодня делаю большой глоток чая, пока собиралась, красилась. И на первом глотке, точнее просто на этом же глотке, я подавилась. Но у меня ещё во рту получается три глотка. И пока я уже кашляю, мне нужно проглотить оставшийся чай. И это отвратительно. У меня такое было несколько раз. То есть я понимаю, что либо я их должна проглотить и потом откашляться, знаешь, Либо я должна всё это вот так вот. А мне так не хочется. I see, I feel okay. Вот такая интересная история. А теперь можем перейти к чему-то более серьёзному. Да, мы хотели обсудить в этом блоге несколько насущных проблем, вещей, с которыми сейчас сталкиваются люди в жизни. Первая, самая громкая, наверное. Как раз я вчера и Юля вчера посмотрели прямой эфир «Пусть говорят» и то, и то. И то, и то, и то посмотрела. Да. Про девочку Катю, блогершу, у которой такое горе случилось. И мы хотели как-то рассказать своё мнение, что ли. Ну, лично мне интересно мнение других людей. Я даже если вижу в сторис, кто-то об этом говорит, я не мотаю ничего. Хочется просто послушать, что люди думают, особенно там люди, за которыми я слежу. Я думаю, поэтому вам тоже, наверное, будет интересно. Тем более, знаете, учитывая то, на скольких днях рождения блогеров бываю я ежегодно, это вполне себе история, которая не то что могла коснуться как-то нас, но нет, все, конечно, празднуют дни рождения. Здесь неважно, блогеры это или нет, но просто как представлю, что ты приходишь на вечеринку, а там происходит я блогер, она блогер. Это могло случиться. Ну, типа, как-то, не знаю, проецируешь на себя, хотя это как бы странно. И поэтому это всё... Ну, конечно, всегда страшные какие-то такие случаи, ты начинаешь тоже просыпать, а если бы там со мной, не дай бог, там, когда я там что-то. Ну, опять же таки, я в сторис тоже записывала, и, конечно, самое первое, наверное, что мы скажем, то, что мы очень соболезнуем в любом случае. Это вообще кошмар и ужас, и, ну, действительно, такого никому не пожелаешь. Вообще, вот просто столько факторов, знаешь. Во-первых, день рождения, муж, друзья, несчастный случай, и всё это, ну, типа вот так, вот плюс ко всему на весь интернет, дети. Ну, не знаю, это просто пипец. Когда я смотрела передачи об этом, ну, сразу тоже хочу сказать, что больше всего мне понравилось смотреть прямой эфир с Андреем Малаховым, несмотря на то, что... Нет, кстати, нет. Да? Почему? Расскажи. Потому что очень-очень много постоянно вставок из сторис, миллион просто. И то, что Катя сама пришла в прямой эфир, интереснее было как-то её послушать больше, чем... Ну, я посмотрела тоже, ну, честно говоря, вот там она мне ничего такого не рассказала, чтобы я такая, ого-ого. Да. Ну, то есть поэтому, наверное, мне больше понравилось то, что они в прямом эфире, во-первых, с Андреем Малаховым, то, что ездили эти репортеры, ездили туда, где этот сухой лёд покупали, тоже узнавали, что-то спрашивали, а как купить, а есть какие-то там эти... Потом в баню в эту сауну они ездили, тоже показывали какие-то тоже там моменты, то, что вытяжка есть, нет. Ну, то есть это тоже всё интересно было посмотреть, послушать, узнать, какие там обстоятельства тоже были. Потом, плюс ко всему, были же какие-то там... Я смотрела сториз её в Телеграме, правда, в каком-то там канале, то, что она подписала какую-то записку о неразглашении. Да. Вот это мне тоже непонятно, о неразглашении чего. Мне кажется, с полицией она подписала, что она не имеет права какие-то факты определённые разглашать. Может быть. До там решения суда или что-то ещё типа того. Что я думаю? Люди сейчас на неё набрасываются, за то, что она публикует сторизы, ещё что-то. Я могу сказать, что неважно, что она делает, просто у человека настолько большое горе, что да вообще пофиг вам должно быть, что она там делает. Если человеку плохо, зачем лить на него свои какие-то негативные штуки, комментарии и так далее. Ну, думайте вы как хотите. Я могу Юле сказать, Юль, ты знаешь, ситуация просто трэш. Ну, зачем она это делает, типа? Зачем она снимает с фильтрами? Зачем она то пятое-десятое? Она же фармацевт. Как это она так не знала? Что это за бред? Я могу это всё сказать своей подруге. Но гнобить человека, писать ему в комментариях, как-то хейтить его, доносить своё негодование до него, когда у человека умер муж, отец детей, друзья. И если бы не её решение праздновать этот день рождения, этого бы всего не случилось, ей тяжело. Это психологически безумно нереально выдержит. Это вообще жесть. И нужно просто пожелать, чтобы она была сильной для детей. Даже её сейчас обвиняют, мол, она по слухам, не знаю, это точно или нет, взяла полтора миллиона рублей за приход на этот прямой эфир. Пусть говорят. Ну да. Уже путаюсь. Не, я думаю, что... А я, кстати, нормально, а чё? Не, я думаю, что, скорее всего, там что-то и заплатили. Ну, то есть я не уверяю. Да, если же Рыгиной платили там... Да, я не знаю, на 100%, конечно, но я думаю, что, скорее всего, конечно, заплатили. Я считаю, что, ну и хорошо, извините. И так как бы всё очень плохо. Пусть хоть это что-то заплатят. А чё, и просто так ходить, нервы свои мотать, чтобы там сидела вся страна, её там поливала грязью и осуждала. Считаю, что нормально. Можно было бы даже и больше. Конечно. Ну, блин, это абсолютно обычно. Вы представляете, сколько хейта на неё выльется после того, что она ещё и пошла на этот эфир. Поэтому лучше взять за это деньги. А вот сами подумайте, у неё не стало кормильца. Ну, не кормильца, одного из кормильцев, так скажем. И она должна как-то помогать детям всё ещё зарабатывать. Поэтому лучше она возьмёт пусть деньги и пойдёт, чем бесплатно пойдёт. А то, что, ну, можно было вообще, конечно, не идти. И не раздувать из-за этого. Ну, я, кстати, думала, что она не пойдёт. Ну, если заплатили, значит. Но, с другой стороны, какого фига уж не пойти? Ну, типа, это знаешь, как... Вот там её все обвиняют, то, что к ней очень много подписчиков пришлось, то, что это якобы там где-то уже, да. Да. Ну, это хоть что-то хорошее из всей этой ситуации. И то, что ей там деньги заплатили за приходу. Это хоть что-то хорошее из всей этой трагической ситуации. Ну, да. То есть я считаю, что... Не компенсирует это, конечно. Конечно, нет. Но я считаю, что хоть как-то, знаешь, чтобы вот... Хоть, может, в будущем потом у неё рекламы больше брали, чтобы у неё было больше возможностей зарабатывать детей, там, обеспечивать. Ну, то есть я к этому так отношусь, что... Ну, и наоборот, хорошо. Зачем это ругаться, то, что пришло много подписчиков? Ну, и слава богу, что пришло. Не, она же заставляла. Ну, конечно, я не подписываюсь на неё, потому что мне неинтересно её блог. Ну, я тоже не подписываюсь на неё блог. Мне просто неинтересно, да, тоже. Иногда захожу, чтобы посмотреть, что она там в сторис опубликовала, но это максимум. Мне она будет интересна пару недель, потому что я хочу знать, как она с этим справляется. Первая моя реакция, на самом деле, была очень такой, типа, тоже, как так? Она что-то тупая, что ли, и всё такое. Но когда ты начинаешь всё это обдумывать, ты понимаешь, что... Ну, это могло бы случиться с каждым. Знаете, как страшно иногда просто звать, там, блогеров в пресс-тур? Или, не знаю, Юлю я когда звала в Болгарию к себе. Очень стрёмно, потому что, когда ты зачинщик чего-либо, если что-то случится, не дай бог, в поездке, в самолёте или ещё что-то, ты виноват, и ты... Ну, как бы ты так думаешь, что ты не виноват, но ты так думаешь. И с этим очень тяжело жить. Если бы я не позвала, то ничего бы этого не было. Да. Это из разряда того же. Такая же ситуация, просто у них более, так скажем, странные обстоятельства. И, знаете, мне вот интересно, что в США на эту тему сейчас говорят, потому что это же всё оттуда пошло. То, что там в открытых бассейнах они это всё делают. И мне интересно, обсуждают ли они это, знают ли они об этом. Они должны знать, они должны быть в курсе для того, чтобы как минимум своих видео предупреждать, что, ребята, в открытых пространствах это только надо делать. Это же ужасно. Ну, я вот вообще из таких людей, знаете, у меня, мне кажется, уровень самосохранения очень высокий. И я ни в какие вот... Никогда просто... Вот я думала тоже, а вот как бы я там поступила, если бы я пришла кому-то на день рождения. Мало того, что я не прыгнула, я бы сразу сказала, ребята, а вы уверены вообще, что это нормально? Ну, стрёмно, ну, что за фигня? Это же какая-то ненастоящая там штука. Это не то, что пар идёт из воды, когда вода горячая, а ты где-то там в горах находишься. Это же неестественно. Не, может быть, я бы и стояла, но я бы не прыгнула, как минимум, потому что я не очень любитель воды, в плане... Мне реально страшно там далеко зайти в океан, в море, куда-либо. И я поэтому ещё, если вижу какой-то дым, я бы не зашла. Тем более, я знаю, что это химические какие-то элементы. Ну, вот, я об этом говорю, что меня бы это напрягло, даже если бы я не знала, что это вообще можно, нельзя, разрешено, там, полезно, не полезно. Ну, то есть я бы в любом случае как бы испугалась бы, потому что для меня всё, что неизвестно, для меня. Это сразу же как бы риска. Я не знаю, а чё будет? А нормально всё будет? И я вообще на самом деле в шоке была, когда там кто-то вот крикнул, типа, кто тут самый смелый? Типа, кто прыгнет? Вот, я понимаю, что, как Катя говорит, что она там не была, в этом помещении. Это, кстати, очень странно. Это очень странно. Потому что это для неё был сюрприз. Мне кажется, там что-то не так. Мне тоже кажется, что... Это для неё сделано. Не, я думаю, что она там была. Всё это видела в любом случае. Но там же прозвучало, типа, кто самый смелый? Типа, ну, кто будет прыгать сейчас? Если она знает, что мы просто все посмотрим, никто прыгать не собирается. Ну, почему бы тогда не сказать? Не-не-не, вы что, прыгать собрались? Не надо! Ну, опять же, знаешь, когда это всё вдоль секунды происходит. Я понимаю, я согласна. Это может быть такое, что она даже не успела такая, может, кто-то там с ней что-то говорил, или они там что-то снимали, и это просто такие, знаешь, крики на фоне. Понятно, что ты не можешь среагировать, ну, настолько быстро, когда ещё куча людей вокруг, все там вау-вау. Ну, то есть... Ну, это просто жесть, конечно. Да, очень тупая ситуация. Нет, она подумала, что... Да, я слышала. Они, типа, прикол такой придумали, что они, типа, туда залезают, умирают, и выходят зомби. Она не так сказала. Она сказала, что она подумала, что чувак так себя ведёт, как будто он играет в зомби. То есть это не было запланировано. Это было, типа, запланировано. Ну, надо... Ну, я так услышала. Ладно, надо пересмотреть, но... Я просто услышала такую штуку, что они договорились, что у них там какая-то якобы тематическая вечеринка, раз уж такой туман будет, что типа это знаешь, как они нормальными человеками туда прыгнут, а вынырнут типа зомби. Людьми, да, человеками. Получается вылезают, они уже зомби. И когда выходил человек, она была уверена, что он просто играет свою роль зомби. Точнее не выходила, ну вот весь был просто синий. Значит они заранее все договорились, что они будут прыгать? Не знаю, но больше всего меня еще знаешь, что смутило? Что она такая говорит, ну я не помню кто там что говорил, типа я вижу он синий весь. Я такая ему говорю, типа ты что прикалываешься? Блин, как можно прикольнуться тем, что ты синий? Стремно, но это всякая фигня может произойти с каждым. С любым может произойти что-то. Иногда забываешь об этом просто, а вот когда такие ситуации случаются, ты думаешь, господи, какие же нелепые бывают в смерти ситуации и так далее. Плюс ты еще слышала, там же еще и хлорка в бассейне была, это еще дало какую-то реакцию. И были более-менее трезвые, как она утверждает, типа... Да тут понимаешь дело, я думаю, что даже не в алкоголе. Мне кажется, что человек может быть даже немножко, знаешь, выпьемшим, но если он адекватно понимает, что это стремно, ну как бы боится за свою жизнь. Блин, я просто вот вообще не то, что там сюрпризы, эксперименты, все это для меня очень ну не... То есть, ну... Не, я вот люблю риски, да, и, наверное, это плохо. Аттракционы люблю. Я сейчас даже не про это. Другие риски не люблю. Ну, я не знаю, какие риски еще могут быть. Я говорю даже вот, когда мы были на Гранд Каньоне с Оском, он взял меня на руки на краю для фотки. Ну, как бы, если что-то бы случилось, все бы так же на каком-нибудь пусть говорят, мне кажется, это обсуждали. И... Типа, он что, не знал, что нельзя держать девушку над Гранд Каньоном. Да. Не знаю, я к тому, что это никогда нельзя думать, что ты такой весь умный, и ты бы сделал по-другому. Можно предполагать, что да, и, скорее всего, я бы не прыгнула, как минимум потому, что если это химическое что-то, сухой лед, это не обычный лед, вода, это сухой лед, или как это, да, сухой лед, это что-то такое химическое, как можно... Ну, вот кожа, тебе не страшно за свою кожу, свои глаза. Это же, ну, какой-то элемент ненатуральный, и я не представляю, как бы я могла прыгнуть туда, да, посмотреть кайф, посмотреть вообще супер. Ну, да, посмотреть интересно, и то, ну, я бы, наверное, прям вот там маски, вот это вот все, что надо, ну, то есть я бы очковала даже дышать этим. И несмотря на то, что я вообще не в курсе, насколько это вредно, да, я тоже, честно, не знала это все, так что, понятно, уже обвинять нельзя, не знаю, только ее, чисто теоретически, можно, потому что она химик с красным дипломом, алло. Еще знаешь, что странно? Вот, я думаю, что все-таки есть какие-то детали, которые прям скрываются очень жестко, потому что еще же ее муж Валентин звонил в эту компанию, точнее, ему из этой компании сухого льда, где он покупал, звонили, предупреждали о том, что вот это все, то, ну, как бы это может быть опасно, и мне кажется, что есть какие-то моменты, которые скрываются сейчас, иначе зачем тогда подписывать какие-то бумажки не разглашения, но, опять же-таки, конечно же, я уверена, что это все было просто по глупости, по какой-то случайности, а не то, что это специально была такая идея, давайте посмотрим, что будет. Ну да, это прям вообще, конечно. Ну, страшно, конечно, это ужасно, понятно, сейчас все об этом говорят, все в шоке. И самое для меня такое, ух, что в этой ситуации есть, что это блогерская тусовка, на ней были блогеры, это как меня приглашают, грубо говоря, на блогерские тусовки. Тем более, я считаю, что если такие вещи делают, то это должен делать реально профессионал, человек, который знает, что это, и знает, что вот сейчас я вам шоу покажу с дымом. То есть, гипотетически, я думаю, что я бы могла пойти на какую-то вечеринку, где будет какое-то необычное представление с какими-то экспериментами. Ну, как бы, да, мне было бы все равно стремно, потому что я всегда, реально, я всегда боюсь за свою жизнь, и мне кажется, это нормально. У меня всегда инстинкт самосохранения просто, ну, очень зашкаливает. Больше, чем у меня у тебя. Да, иногда даже бешусь, я говорю, пойдем за забор. Она говорит, нет. То есть, это правда так. Я не знаю, я просто чувствую всегда, что так, это плохая идея, нафиг. Я вот эти вот идеи не люблю, я лучше спокойно. Поэтому я очень аккуратно езжу, в отличие от Карины. Мяу, да пофиг, давай, мяу. Не совсем я такая. Ну, конечно, не совсем это я так, но просто я такая всегда, вот так вот, когда сижу с ней. Поэтому, такие, вот, сидетьте осторожные. Да, самое главное. И не вините никого. Да, мне кажется, что вот писать какие-то гадости человеку в такой момент, это, конечно, ну, фу, отстой. Просто, понимаете, конечно, не надо ставить себя на место, там, людей, у которых горе случилось. Но просто подумайте о том, как человеку плохо. Вы хотите, чтобы она, не знаю, закрылась себе, сделала что-то с собой и детей отправили куда-то? Вы этого добиваетесь? Не понимаю, что люди думают, когда пишут негатив. Вообще, в целом, мне непонятен негатив в, ну, в этом мире. Люди злые. Но зачем вам это травлят? В ситуациях. Не понимаю. Когда человеку и так плохо, знаешь, ну, типа, все самое плохое уже случилось. Ваши комментарии, это просто, ну, вот, зачем. Поэтому, да, просто будьте добрее и осторожнее, и думайте. Так, следующая наша тема. Избиение. Блогер опять. Андрея Петрова блогера избили. А, бру, вот и его друга. Ну, они были все вместе, и просто Андрею Петрову повезло. А его другу, тоже блогеру, не повезло. Все они являются представителями нетрадиционной ориентации. И, ну, вроде как, нет, не буду утверждать, открытый только один, как бы, да. И, возможно, как бы это еще послужило каким-то звоночком, да. Но, на мой взгляд, все же, там, проблема совсем в другом. Мы хотели бы как раз сейчас это все обсудить. Короче, я думаю, что многие знают, это тоже сейчас на слуху. Но, вкратце, если это, три блогера тусили, собирались в клуб поздно ночью, в часов 12. Пришел сосед такой, типа, алло, вы музыку можете перестать слушать. Они ему не открывали, не открывали. Он тут полез в щиток, захотел выключить ему свет, что он не имел, конечно, права сделать. Но, блин, знаете, когда не понимает сосед, что у тебя там сон должен быть в это время, может, у него там дети вообще не могут уснуть и плачут из-за этого. В принципе, нет в этом ничего такого. Он же ему не портит имущество, он просто ему выключает электричество для того, чтобы музыка вообще прекратилась, он может в любой момент взять, пойти, открыть щиток, включить и дальше делать свои дела. То есть ничего опасного, как бы, тот не планировал сделать. В итоге, когда Андрей этот увидел, что сейчас будет открываться щиток, он такой открывает дверь и говорит, что у меня там все есть на видео записано, то, что ты захотел, перделся у моего щитка. Он говорит, музыку тише можете сделать, видели, сколько сейчас времени. Они начали там ссориться, все дела, говорили, что типа, я уже не помню. Короче, там начались уборки питерские, куча мата. Да, и в чем прикол? В том, что в итоге избили блогера. Андрей Петров очень начал угрожающе, так скажем, с плохими словами, обращаться к этому соседу, который тоже, конечно же, не очень приятно говорил. Знаешь, как просят обычно, так ты и реагируешь. Если, может быть, пришел, сказал более ласково. Мне кажется, что вообще всегда нет никакого смысла вот эти вот сразу, ты чего, ты кого. Конечно, я считаю, тут все неправы и виноваты. Во-первых, изначально надо тоже понимать, что музыку там до определенного... Мы со Славой тоже, знаешь, мы музыку очень тихо слушаем, вот особенно, когда мы до пяти, до шести утра с этим музыкой занимаемся. Она у нас настолько тихая, что я даже Славе говорю, слушай, сделай погромче, блин, я пылесошу громче. Ну, в смысле, реально, потому что не слышно. Но мы понимаем, мы переживаем, чтобы соседям там дискомфорт не доставлять, и мы знаем, что у нас там и дети, ну, есть у соседей и все такое. То есть, и я понимаю, что если бы к нам кто-то из соседей пришел, там, сказал бы, я думаю, что нам бы просто спокойно сказали, ребят, это, ну, потише сделать, уже поздно. Не в первый раз просто, судя по информации, там, они постоянно, типа, слушают. Ну, тогда не знаю. Уже терпение не выдерживает, и поэтому он пришел, понятное дело, с наездом. И в итоге Петров там начал его унижаться, оскорблять, и тот сделал ему вот так, и в этот момент Петров делает прям в глаза баллончиком. Если бы кому-то из моих знакомых брызнули баллончиком в глаза за то, что он просто пришел попросить сделать музыку потише, мне кажется, что тот человек, которому это бы сделали в итоге, он бы какие-то действия предпринял для того, чтобы отомстить. Это я не поощряю, конечно, но, блин, мне кажется, что все парни у нас сейчас такие, что, типа, ты меня, как бы, унизи, ну, унизи даже, я бы сказала, испортил мне, не знаю, здоровье это портится, я не знаю или нет. Ну, короче, ты меня, грубо говоря, ударил, я тебя ударю в ответ. Это обычные, типа, уличные правила почти всех пацанов. Драки бывают разные, неважно, традиционно ли такс, нетрадиционно. Если ты поступил некрасиво, тебя взяли и побили. Ну, точнее, тебе повезло, ты убежал, а твоего друга нет. То, что его побили, это ужасно. Ужасно, конечно. Никто, не нужно вообще допускать никакого насилия. И баллончик тоже было не нужно делать. Я видела вот это вот от соседа. Это не было с целью ударить. Это было с целью, типа, припугнуть, поиграть, поиграть на нервишках. То есть это видно было, что он не пытался ударить. Это было вот так. И то, что в итоге случилось, повлекло за собой последствия. Самое ужасное, это охрана, которая вот так, знаешь, некрасиво поступила. Потому что они-то не знали, что... Хотя, может, они им рассказали, конечно, про баллончик этот. Но все равно... Все равно держать дверь. Держать дверь, чтобы тот... А та охрана, нет, вообще-то ужасно. Рассказали, не рассказали, не важно, это охрана. Они должны разнимать. Мне кажется, они в этой ситуации уже хуже всех поступили. Потому что по пацанским понятиям, которые я не поддерживаю, как бы зуб за зуб, да, постоянно ответочки всякие бывают, драки. Это не хорошо, но это есть. И не суть вот вопроса, что они там геи, не геи. Просто так произошло. И не нужно было прызгать баллончиком в первую очередь. Ну да, но я думаю, что в любом случае... Я не знаю Андрея Петрова лично. Мы с ним никогда не общались, не знакомы. Я не знаю, какой он человек. Я не знаю, какие реакции он может там выдавать на соседа, да. Не знаю, сколько раз приходил сосед и как он до этого просил. Понимаешь, может быть, он в самый первый раз пришел, сказал, так, я тебе сейчас это самое. Если ты это самое не сделаешь, и пипец тебе. Да, надо всегда подобрать. И поэтому отношение, может, испортилось и сразу же с самого начала. То есть было такое негативно. У меня тоже, кстати, есть такая соседка. С музыкой? Нет, не с музыкой. Она как-то, я не помню, то ли мы мусор выставили за дверью. Но он не вонючий был. Он просто, я не помню, что то ли у нас там ремонт какой-то шел. То есть что-то такое вот меняли, то ли двери нам. И какие-то там палки у нас лежали, что-то такое. Оно не мешало проходить. И там не было как-то много прям грязи какой-то. Просто я понимала, что если я сейчас это уберу, то все то же самое будет. Я опять это буду убирать. Ну, то есть, конечно, наверное, может, я там тоже виновата. Может, там кому-то... Ну, просто она начала долбиться в дверь, тоже говорить. Мусор свой уберите мне. Пыль летит в дом. Ну, то есть, это было вот так. И поэтому, то есть, ну, я ее вообще очень редко вижу. Несмотря на то, что она прям в соседней квартире живет, я ее вижу, наверное, раз, там, не знаю, несколько раз в год. Как-то редко мы так пересекаемся. А других соседей я постоянно встречаю. Мы в лифте постоянно. У нас хорошие отношения. Там у нас недавно дверь заела. Мы там вызволяли соседей. Ну, короче, смешно было. Вот, и то есть, ну, тут как бы от людей зависит. Я понимаю, что есть разные люди. И, может быть, этот сосед Андрея Петрова сразу пришел, начал так говорить. То есть, это, знаешь, если бы эта соседка ко мне снова начала подолбиться и что-то говорить там, мне грязно, уберите свою пыль. Я всегда, в первую очередь, спокойно, нормально, культурно объясняю. Я говорю, ну, вы понимаете, сейчас, да, я уберу обязательно, конечно. Ну, вы понимаете, сейчас у нас там идут работы. Ну, как бы я уберу, а ну, все равно сейчас тут опять все будет. Вот, ну, ей как бы пофиг. Ну, я тоже не ангел. Я могу, если что, сказать. И я тоже не собираюсь терпеть какое-то хамское отношение к себе. Ты с баллончиком все равно не будешь так шикать за то, что тебя попросили сделать музыку потише. Не, ну, я считаю, что это все дикость. Вот эти вот пацанские, не пацанские. Ну, как бы, нужно быть все-таки умнее, взрослее. Я тоже. Мужика не понимаю тоже. Чего долбиться? Ну, не знаю, ну, вызови-то кого-то. Да. Уже охрану. Да. У нас там жалоба. Ну, блин, столько всего можно сделать. Да даже участкового какого-нибудь вызвать. Мне так делали, дорогие. Да, из-за музыки. Мы с Машей и Дашей снимали новогоднее видео достаточно поздно с громкой музыкой новогодней. И у нас просто ментусики такие «Оп, музыку потише сделали, девочки, до свидания!» И мне кажется, это намного страшнее, знаешь, ты такой «А, ну ладно, мент, ты уже пришли, в смысле, уважаемые?» Лучше даже так сделать, в принципе, знаешь, чем самому идти, если ты знаешь, что тебе не откроют даже дверь. Если ты знаешь, еще что-то там пытаться выломать, открыть. Да, зачем? Это не свое имущество. Ты не имеешь права стучаться и ломать дверь. Это, конечно, некрасиво. Короче, я считаю, что в данной ситуации плохо поступили все стороны. Еще хуже поступили охранники, которые, типа, должны защищать. А на деле они права тоже как бы защищать. Ну, я видела то, что дверь держали, ну это вообще дикость какая-то. Слушай, хотя бы там, ну реально, чтобы они могли помочь или разнять своего же там друга с этим соседом. В любом случае, кто там прав, не прав, это все равно, блин, я считаю, дико. Дико? Да, дико, очень дико. Будьте всегда вежливыми. Я просто считаю, что если вы просите кого-то сделать потише музыку, даже если вы уже час не можете уснуть и очень злы, не нужно свою злость вымещать. Просто попросите, объясните, чтобы вы вызвали не ненависть у соседа, а сочувствие, вы все живете в одном доме, вы все, типа, ну, делите общую территорию. Придите, скажите, извините, я уже час не могу уснуть. Пожалуйста, больше никогда так не делайте, да я реально никогда в жизни так больше делать не буду. А если ко мне придет человек и скажет, ты чмо вонючая, выключила музыку быстро, да я назло, захочу пойти там и не знаю, что делать. Это очень неприятно. Хочется еще громче отключить музыку, хочется еще больше неудобства человеку делать. Просто вежливость, это самое главное, что вы должны делать. Самое главное классное оружие, это вежливость и улыбка. Ну, сразу сбивает всех ваших врагов, они думают, ах ты вонючка, ты мне не ответил негативом. Ну, знаешь, в России, конечно, быть нетрадиционной ориентацией очень сложно. Думаешь, все-таки какой-то негатив из-за этого еще был? Ну, я думаю, что да, они же там говорили, что весь дом обсуждал то, что у них якобы такой блогер живет в общем чате, и там они над этим похихикивали, угорали, и так далее. Вот это мне тоже непонятно, взрослый мужик, да? Я не знаю, сколько ему лет, но явно он старше там ребят-блогеров. Вот че, у тебя какая нахрен разница? Тебя это вообще как колышет, я не понимаю. Недавно, например, мой брат подрался в хинкальный, и ну, как бы всякое реально может быть в этой жизни. То есть люди, он не гордится этим, никто не гордится, я думаю, драками, но действительно всякое происходит в жизни. То, что чувак начал бить этого блогера Тиму, это не есть хорошо, но часто реально пацаны решают какие-то моменты драками. Еще раз скажу, я против насилия, но такая вот у нас сейчас жизнь, что все еще есть драки какие-то пацанские, от которых даже они получают даже в каком-то смысле такое свое мужское наслаждение. Нет, это тупо как-то, ну просто я говорю к тому, что самоутверждают. Да, это плохо, но вот даже если брат получил, у него синяк под глазом еще что-то, а того чувака он тоже ударил. Но они в итоге потом встретились и решили, ну, уже мирно, вопрос, типа, недовольства. Единственное, что теперь моего брата не пускают в его любимую химикальную, к сожалению, да, а так, типа, все в порядке. Ну вот это опять, всегда все можно мирно решить. И зачем тогда насилие? Ну, я вообще не понимаю, войны, вся вот эта вот фигня. Я настолько миролюбивый человек, для меня это все... Не надо. Даже когда люди мне делают неприятно, я всегда стараюсь вежливо. Я не знаю, наверное, это даже плохо в каком-то смысле. Нет, если мне человек делает неприятно, я просто не... Я не буду ему отвечать тем же, но просто этого человека в моей жизни не будет. Ну, то есть я не вижу смысла вот этого, знаешь, тоже отвечать каким-то там, типа, отомстить. Для меня это как-то такой ущерб себе, мне кажется. Столько времени тоже и нервов тратить на какое-то мщение. Да, ну, нафиг. Я лучше трек себе новый запишу. Не убьем. В общем-то, все, наверное. Короче, будьте вежливыми, открывайте соседям дверь, делайте потише, не слушайте музыку поздно ночью, и ничего такого не произойдет. Ну, и, конечно, проблема домов наших, шумоизоляция в некоторых тоже плохая. Вот это ты увела тем разговор. Как-то была в гостях, и там настолько плохая была шумоизоляция, что было слышно, как кто-то из соседей переключает свет. Да, вот челчок. Ну, то есть... Вот, а мы тем временем, кстати, уже даже подъезжаем, и даже ни одной песни не послушали. Да просто есть что обсудить. Ну да, есть еще какие-то насущные новости. Это как подкаст получается. Точно. Просто поехали на дачу, чтобы обсудить вопросики всякие. А, точно, точно. Ура, поздравьте нашу прекрасную страну. Девочки, Little Big, потрясающая группа. И тоже, кстати говоря, это третья новость, которую мы обсуждаем, связанная с блогерами, но на этот раз очень классная, счастливая, потрясающая. Офигенная группа Little Big едет на Евровидение от России, и мы с тобой по-любому теперь его точно будем смотреть. Не знаю, вместе или нет, но у нас вообще всегда раньше была традиция на дачке или не на дачке смотреть Евровидение в мае. Я очень хочу смотреть, можно с тобой, можно хотя бы финал или какой-нибудь полфинал вместе смотреть. Можно вместе, потому что есть вероятность еще того, что Слава улетит в это время, да. Там, по-моему, 14, 16 и 18 мая, что ли, и я очень интересуюсь, какие песни, ой, это вообще очень интересно. Ну, я надеюсь, что это будет что-то приближенное все-таки к их стилю. Скибиди? Ну, а почему нет? Я смотрела мини-интервью на эту тему, там буквально, знаешь, 30 секунд. Насчет хореографии, не волнуйтесь, у нас это, как всегда, будет в нашем стиле отработано точно, и это офигенно, потому что что Скибиди, что Ицукей, что Гоу Бананус, у них потрясающие сопровожденческие какие-то идут движения, это офигенно. Но, знаете, тоже не хочется, чтобы они делали свой трек, какой-то слишком мультяшный, потому что все равно Скибиди Ра Па Па, он такой, типа, ну... Ну, понятно, дети подио танцуют офигенно. Офигенно, но детское что-то, так же, как и Гоу Бананус, хотя слушались и взрослые тоже. Ну, просто такое, хочется что-то более серьезное. Слушай, я думаю, наверняка будет что-то серьезное, учитывая, что обычно на Евровизии никакие темы они любят. ЛГБТ-сообществ, мир во всем мире, и что там у них еще? Да, я не знаю, тенденции такие не слышала никогда. Нет, это очень, ну, это, блин, не знаю, конечно, все песни не все, но... Ну, я тоже не думаю, но очень часто такие песни прям офигенно. И еще феминизм очень хорошо заходит. Даже вот это... Бодипозитив, все это, все это, все эти темы, которые, ну, они заходят на Евровизию, потому что весь мир такой, о, да, женщины, о, да. Я надеюсь, что... Бодипозитив не будет Литл Биг, такая шикарно талантливая группа, выходить за счет поднимания таких тем. Я надеюсь, что они просто сделают офигенно качественно про хорошую тему. Понимаешь, дело в том, что просто... В любом случае, это же все политика. Ну, мне так кажется. Ну, может быть, потому что, знаешь, как бы всегда, например, никогда Баку не дает много Еревану, ну, вы поняли. Ну, да, вот это все равно. Как ты можешь не поставить баллов? Просто потому что у тебя плохие отношения с этой страной. Ну, поэтому это отчасти политически, да. Ну, да. Ну, не политически, просто зависит от отношения стран. А музыка, творчество здесь при чем? Таланты здесь при чем? Ну, я все равно, я очень надеюсь на победу, даже несмотря на то, что не слышала песни, я очень надеюсь на нашу победу. Ну, да. Во-первых, потому что я хочу сходить на Евровидение зрителям, возможно, в следующем году. Это было бы прикольно. И Литл Биг, в первую очередь, они сейчас уже, даже не будучи на Евровидении, популярны во всем мире. Хоть и не так сильно, как хотелось бы, если прикинь, весь мир о них узнает, там, ну, Европа как минимум, они будут еще популярнее, потому что они реально талантливые ребята. А еще самое прикольное, что я же знаю Илью Брусикина. Да ты тоже с ним виделась, да? Давно еще. Ну, я виделась. Не знаю, ты, ну, виделась ли ты, но я точно помню, что как-то это было вообще так давно. Не знаю, сколько мне было лет. Ну, 16, да. Не знаю, очень давно это было. Вай. И, короче, я помню, что я тогда с Пашей Микусом очень хорошо общалась, и он снимался в каком-то проекте. И я что-то приехала туда, ну, просто за компашку потусоваться, типа, а мы, ну, очень хорошо тогда общались, как я и сказала. И там еще Илья Брусикин был. Он тогда, я не знаю, наверное, уже у него была группа, вот прям, типа, Little Big, но, не знаю, она точно не была такой популярной. Слушали, но не так много, конечно. Наверное, какая-нибудь там... Какие-то, да-да-да-да-да. Ну, что вот такое начальное, скажем так, первое. Вот. Я помню, что я, по-моему, с ним даже сфоткалась. А-а-а. Да. Не, знаешь, я, по-моему, его не видела. Вот. И мне прикольно то, что... Ну, вообще прикольно то, что я знакома, хотя, может, он даже и не... Да нет, наверняка знает меня. Я очень часто, кстати, думаю про других блогеров, то, что, блин, они меня, наверное, не знают, они такие крутые, они меня не знают. А потом оказывается, что они меня знают, оказывается, что они вообще смотрели мои влоги, что они сами на этом, считай, росли. Ну, типа, так необычно. А ты про кого конкретно? Да много про кого-то, даже про Верону. Да, прикинь, я не знала. Я думала, что она вообще не сном, не духом. Ну, я знаю. Она с Игорем общается, а Игорь со мной. Ну, такая цепочка. Ну, мне приятно на самом деле, мне здорово. Я вообще, ну, прям кайфую. А я всегда думаю, что меня вообще не знают, там, блогеры вообще не знают. Я думаю, да, блин, он, наверное, меня даже не знает, не помнит. А потом, ну, я понимаю, что и оказывается, что оказывается человек-то меня вообще знает. Нет, я недавно на Карле как раз увиделась с Машей в первый раз. Мы поприветствовались. Да, тогда? Да. И она меня прочь вон такая... Я такая, а, она меня знает! Ну, конечно, она меня знает, она на тебя подписана. Да. И она видит меня у тебя, просто мы друг на друга не подписаны. Блин, да что ж такое? А когда она там была? Только когда вы пришли, она потом ушла сразу. А, ты не виделась с ней? Нет. Ну, как... Мы когда пришли, она уже там была. И она там долго достаточно была. И мы, короче, обнялись. Это так странно. Мы с Машей, я не знаю уже сколько лет, там, ну, переписываемся, лайки ставим, комменты вставляем, все так поддерживаем, советуем, еще что-то. Не виделись? Вообще один раз, наверное, за всю жизнь мы виделись. Это было тоже, там, когда мне лет 16 было, в 2000 каком-то там очень древнем году. Все, они все такие дикие. Я боюсь. Я тоже. Сегодня у всех какой-то Меркурий не тот. Петроградный? Да. Петроградный. Ведь все бешеные, нам сегодня чуть и этот... Все нормально. Капот не стали. Просто бешеный какой-то. Вот, ну я к чему говорю, тоже прикольно, что типа, о, она меня знает. Но прикольно все равно. Так интересно вообще по поводу блогеров, вот ты можешь не знаком быть с этим человеком, но он знает тебя, знает там твои видео смотрел, а ты знаешь его, смотрел за его творчеством, и так странно, а при этом вы не знакомы. Хотя и знакомы. Может быть такое. У меня много таких, у кого я смотрю. Вот это вот знакомы. Очень интересно ощущать себя блогером с этой точки зрения, что ты реально... Такого седутора же принадания меня не знают. Они тебя знают вообще давно. Да? Вот бы знать все. Я мечтаю на самом деле знать обо всех блогерах, которые меня смотрят, и знать, что вот они меня смотрят. Потому что иногда я думаю, блин... Не, я всегда уверена, что мои видео никто из блогеров не смотрит. Я всегда в этом уверена, думаю, что вообще никому не интересно. А потом выясняю, что на самом деле просто вот с кем-то из блогеров на тусовке там увиделась, с кем вообще, может, тоже один раз виделась, он говорит, блин, как мне вот это вот нравится, вообще такие классные, вот это. Я понимаю, что на самом деле меня смотрят мои коллеги, мои там знакомые, блогеры, и мне так приятно. Например, Юля Гудунова и Дима Ермузевича. Юля Гудунова, да, Дима. Ну, то есть мне очень приятно. Ну, причем я же тоже смотрю, но просто, не знаю, мне почему-то, как блогеру, всегда кажется, что меня никто не знает, никто не смотрит, никто на меня не подписан, ну, не знаю, так интересно. Очень приятно получать похвалу от блогера, потому что этот человек в твоей кухне варящийся, так скажем. И когда мне кто-то из блогера говорит, «Карина, я тебя смотрю», ну, или как-то в ходе диалога выясняется это, что мы друг друга посматриваем, человек делает комплименты, это просто взрыв башки. Тебе хочется еще больше стараться, потому что ты понимаешь, что у тебя есть как бы апруф такой от блогера, который тебя, ну, не то чтобы вдохновляет, но он может тебя вдохновляет, а может быть тебя он не вдохновляет, просто тебе он нравится. Не, ну все равно это прикольно. Одно дело получить, хотя это просто разная похвала, похлава, разная от подписчиков и от коллег. И то, и то приятное, просто по-разному. Да. По-разному приятно, но все равно всегда приятно, потому что когда тебе блогер говорит, «Блин, вот это классно», у тебя ты такой сразу думаешь, «Значит, качественно делаю я, хорошо делаю». Когда подписчик говорит, что вот это у тебя так классно, ты просто счастлив, тебе просто очень приятно, что ему нравится. То есть разные такие чувства. Вот, а тем временем мы даже уже на дачу завернули, я в шоке, что это первый влог с дачи, когда мы ничего даже не послушали. Вообще, даже когда болтали без камеры, да, по музыке, а, чуть-чуть тихо было. Тихо, да. В общем, пипец. Ну, реально много всего происходит, знаете, и мы понимаем, что, ну, большинству людей все-таки тоже интересно узнать наше мнение. У меня, например, директ чуть ли там не взрывался от сообщений того, как я там отношусь, реагирую на вот это, вот это. Да, мне тоже писали. Это очень интересно, что вы даже пишете, Карина, прокомментируй это, пожалуйста. И на самом деле я считаю, что это правильно, потому что все-таки мы же делимся с вами какими-то другими вещами, почему бы не поделиться нашим мнением по поводу таких ситуаций интересных и трагических, к сожалению. Можем, если будет еще светло, на обратке послушать музло. Надеюсь. Вообще, без музла. Сейчас пол пятого. Ну, если мы сделаем дела быстро и сядем, то нормально. Ну, да, к сожалению, еще и погода не очень хорошая. Да, можно не гулять, в принципе. Ну, чего гулять в этой луже? Еще не... А, я еду, кстати, на дачу в эти выходные. Но у нас будет большая тусня. Ты можешь поехать к своей маме, в принципе, тоже там поплыть. Можем пересекать. Я не знаю, как карта ляжет, потому что у Саши, у моего брата день рождения, 6-го числа, это ему 8 лет, будет с ума с этим. Это в Москве, что ли, отмечать? Я не знаю. Как уж и родители решат. И у Славы 9-го. Ну, я просто сказала, я не знаю, просто и у Саши-то какого? Это что за день недели это будет 6-ое число? Вообще. Сейчас я скажу. Веденье. 6-ое это пятница, 7-ое это суббота, 8-ое воскресенье. И вроде как 8-ого марта получается это... Я думаю, что скорее всего... Приедут родители, семья Оскар, родственники, на дачу. И я, наверное, поеду туда в субботу. Понятно. Ну, я думаю, что вероятнее всего мы, наверное, в Москве будем. Все-таки столько праздников. И надо, чтобы все гости пришли, а на дачу сложнее доехать, чем... До нас. Ну, да. Хотя, знаешь, твоя мама может еще подумать, что лучше здесь она ответит, потому что моя мама всех и позвала, потому что погода, типа, плюс 5 хорошая должна быть. Посмотрим, посмотрим. Ну, да, скорее всего, я субботы по понедельник буду спать первый раз у себя на даче. Это, на самом деле, очень интересно. Я там была последний раз летом. Тогда еще не было ни дома, ничего. Вообще голяк. А сейчас у нас уже и дом готов, и ремонт почти готов. И мне даже интересно, у меня там своя комната есть. На квадратуре, причем наш дом такой же, как и моя квартира. Да ладно. Ну, там чуть больше, по-моему. Все, брат, ты верь, ты можешь туда всякие шмотки отвозить, о чем ты всегда мечтала, мне кажется. Сколько я всегда хлам свой из Москвы сбагриваю на даче. Вот даже сегодня коробку целую захватила. Ну, хотя у вас и в квартире много мест. Что вам это самое? Ну, все равно это, типа, немного. Ну, какие-то там, какие-то куртки зимние на лето, чтобы дома не загромождали, тоже нафиг они нужны. Ну, да, летом вообще шубу вот эту можно тоже отвезти, когда будет уже не до нее. Ну, да, дача прикольная. Мы приехали на дачу, где-то, ну, не на ту, где моя дача. Вы знаете, что наша дача вместе, но здесь другая дача, где мы снимали Альберта и прочих. Когда я с Шариком Карла Леггерфелда гуляла, мне сказали, ну, начали писать про Альберта, типа, он повзрослел, как он извинился, как он вырос. Мы же вообще на дачу приехали, потому что у Пушка, у кота, закончился корм. И вчера папа мне привез целую коробку корма, положил в багажник, и, по-моему, она тяжелая. Мы справились. Так что сейчас нужно это все отнести. Да, тут соседи кормят Пушка. Да, да. Кота дедушки Юли. Да, дедушка скоро приедет в мае, у него день рождения еще в мае будет. О, вот и Пушок. О, привет, мой хороший, я тебе еду привезла. Пусяк. Привет. Ой, до тебя почесать бы. Ой, уличный кот просто. Да. Привет, Пусяк, ты ж какой красивый котик. Какой красивый котик. Ты такой красивый котик. Сейчас мы тебя накормим. Так что сейчас выйдем, все соберем. А еще мы взяли еду, брать их кровавых, чтобы тут покушать, поскольку дорога дальняя. Что ты там не выйдешь? Там очень мало места. А еще дождь капает. Привет. Пусок. Блин, так жалко. С одной стороны жалко, с другой стороны счастливо за него. Он типа живет уличной жизнью, питается как бог, что его кормят. Дрогущими кормами. У него всегда есть возможность пойти в тепло, но он почему-то чаще всего убирает где-то гулять. Ну ему нравится. Ну да, он такой такой. Это не то, что, ой, жалко, бросили кота. Ему нравится, реально. Мы же не какие-то там эти чудовища. Мы очень любим животных. Да, мяу. Ты куртку не хочешь надеть? Очень холодно. Скибиди. Бля, курочки. Не так ты и хотел, ты пить, пусек. Юля налила, он даже не бросился на воду. Эх. Мне кажется, он уже дождя попил. Так. Пушок, тебе не скучно здесь одному? Что ты делаешь каждый день, а? Гуляет. Ну, я бы шею ловлю. Птиц хаваю. Эх. Думаешь, реально он ест все это? Да, да. Интересно, насколько хватит еды в этой коробке. Больше пакетов, блин. Мы ше, с ума сошли. Горь, моя. Хватит на период до дедушки. Это курочка, интересно? Я же не знаю, начинка с курицей. Так вот. Короче. Дедушка всегда, когда уезжает, очень много такого покупает. Прям очень много. Ну, я думаю, больше, чем в этой коробке в нескольких раз. Ну, типа, дедушка мне рассказывал, что он там 40 тысяч может потратить на корм. Да, он больше там, я не знаю. Ну, типа, на полгода, на год это. Ну, короче, да. Вот, и он там разных наберет, а пушок, короче, оказывается, с курицей любит. И остальное жрать не хочет. Ужас. Ну, теперь это вы покупаете только с курицей? Теперь я думаю, что дедушка только с курицей берет, да. А надо греть? Нет. Ну, дед не греет никогда. А вы греете? Я просто тоже никогда не грела такие штуки. Ну, я не знаю. А когда Лютику даю, я грею чуть-чуть. Ну, чтобы было не холодное, а... Ну, мы в холодильнике просто храним. Как бы холодное, наверное, не айс. Комнатная температура нормально. Я чуть-чуть, буквально 20 секунд грею обычно. Ну, как угодно. Я вообще не знаю, может, не надо греть, может, я фигню делаю. Напишите в комментусиках, спасибо. А что не полностью? Блин, а вдруг он не съест? Я просто не знаю... Ну, пусть. Ну, ладно, пусть полностью туда. Все, пусть. Как вкусно пахнет. Как паштет. Блин, я люблю, как пахнет, кстати, еда для кошек и собак. Ну, как будет он кушать? Мы ему мешаем. Нет, когда хочешь жрать, никто тебе мешает. Ест. По-моему, он ест тарелку, а не... Он тебе звонит, я хотела звонить. Думаю, мой. Ой. Алло? Юля звонит дедушке по фейстайму. Чтоб показать, как пушок кушает. Он вообще-то по WhatsApp уже. Не знаю. Дедуль, камеру включи. Ключим! Тебя не видно, дедуль. Мешаем, не мешаем. Видишь, пушка? Все, я ему... Я ему курицы положила. Вот это то, что папа заказал. Вот, я ему положила. Мы как приехали, он сразу прибежал. Наверное, почувствовал, что мы ему курицу привезли, его любимую. Вот на этом, на керамике, там вообще люди... Чего-то его не причёсывают вообще. Да, какой-то он весь... Вот этот в кругу, да? Дворовой. Вот, кстати, пушок. И Юля. И Мартин. Мартина, к сожалению, уже нет с нами. А есть чем его почесать? Так, сейчас мы отнесём игрушки. Мы покормили пушка. Выкунили миссию. Добрую. Ой, сколько воспоминаний. Немножко темно. Сейчас будет как следует. Why? Why? I don't buy. Мама хотела, чтобы тебе шубы вот этого сквозла. Отвези. Да, вдруг ее молится, берет. Просто говорим, что она про молится. Блин, постоянно думает, что это курица. То, что на тебе лучше. Ну да, но это короче. Пойдем по мере у нас. Всегда сюда приезжаю, как в какой-то шоу-рум. Что за цветы? Зачем они здесь? Не знаю. Я просто ее так люблю из-за ее бешеного яркого цвета. Ну, возьми. Ой, как будто бы даже меньше стало. Потому что она такая удобная. Так люблю большие вещи. Ну, кстати, вот чем мне вот эта куртка нравится больше? Той. Тем, что здесь вот так вот горло закрывается. А вот его мне постоянно продувает. Хоть то и моднее, типа, выглядит. Ужас, просто ужас. Обожаю ее. Почему я такая модная у меня? Интересно, есть что в карманах? Не, ну она неплохая. Просто у тебя, например, всю ту зиму, или когда она у тебя там была, весь инстаграм был в ней, типа, и ты всегда была в ней. Ну, она вонява выглядит, в принципе. Но, я уверена, что... Верно, да, выглядит? Ну, не знаю. Просто она стопудово менее качественная, чем фиксен. И от этого у нее из-за некачественных материалов очень сильно жарко и душно в ней. А уже, в принципе, не нужно тебе, чтобы тебе было так тепло. Ну, я бы не сказала, что... Ну, сейчас, дай бог, начнет лучше погода быть. У нас аномально теплая зима, может, и аномально теплая весна будет. О, смотри, я немного расслабила. Ага, все равно. Классуется, вот в чем было дело. Ну, капюшон все равно такой себе. Ну, не знаю. Блин, она просто такая яркая. Мне просто хочется эту оставить тут. Нет, ты чего? У меня просто дома три такие. Я постоянно думаю, какой ходить. Блин, а тут столько всего, что мне вообще надо отдать кому-то. Ну, шубу я маме. Я, кстати, приняла для себя решение, что шубы я больше никогда в жизни не покупаю. Настоящие? Угу. Ну да, нахрена они? Вот эту шубу за 140 тысяч я брала. И нахрена она? Мою белую видела? Угу. Студию 29. У тебя. Сколько? 9 тысяч? Бомба! И еще и животные не страдают. Не, по-моему, моли тут нет, знаешь. Ой, у нас столько курток. И вот эта еще и синяя. Блин. Она, кстати, тоже классная. Очень классная. Г-г-г-г. Откуда она у меня с Филс? Угу. Блин, что тут на той зеркало? Блин, она прикольная вообще. Ну такая. Ну да, неплохая. Ну такая. Я всегда, когда смотрю вещи, я обязательно в них позирую, чтобы понять, насколько они классные, когда я позирую. А у меня все так идет. Все так шикарно, с моими новыми зубами. Жизнь прекрасна. Да, угу, я беру тебя. Москву? Да, мы едем вместе. А, розовую? У-у. Не берешь? Не. Почему? Ты забраковала. Не, я не говорила, что она некрасивая. Я просто сказала, что она некачественная из-за этого, ну, в плане... А, вот в чем проблема этой куртки, она расходится. А, тогда не берешь. Ну вообще, ты можешь взять, отдать маме, сказать, мам, почини, плиз, и она отнесет в ателье, тебе поменяют все. Я сама не могу отнести в ателье. Не можешь. Это мамины заботы. Сказал человек, который 23 года живет с мамой. Мне все, что... Какой замуж через меньше, чем... Сколько? Полгода. Ну, когда выйду замуж, поеду жить одна, тогда я и буду все свои дела делать сама. Ну, мне можно ходить вот так. Ну, слушай, уже зима кончается. Мне кажется, что весной это мех тупо смотрится. Какой мех? Этот? Искусственный, пусть и искусственный, но меховые изделия, мне кажется, весной уже такое себе. Нужно тренч носить. Нужно носить пальто. У нас же не факт, что будет прям супер теплый. Да, но мех... Ладно, пошла ты меня, поубеждала все. У меня просто нет коротких теплых вещей сейчас. У меня все только длинные пальто, еще что-то. Поэтому я подумала. У тебя есть черный пуховик отфиксан, он короткий. Да, но его надо постирать. Аналкой спачкала. Нет, не стирай. А как? Химчистку отдай. Ты все испортишь. Почему? Ну, не знаю, там же, ну... Я Славе недавно пуховик стирала вообще. И с фиксом? Нет. Ну, вот. Ну, ладно. Просто обидно, вещь-то хорошая. А прикинь... Она, еще кушать надо. А, еще тогда оставлю. Или нет? Ну, возьми, возьми. Если что, привезешь в следующий раз обратно. Точно. Ну, я думаю, точно привезешь, потому что уже точно будет тепло, когда мы приедем. Или ты приедешь. Да, я в следующий раз сюда поеду с двумя чападанами с вокруг пищи. Потому что у меня дома просто пипец, Люда. У меня нет места для этих курток, а их все больше и больше. Я не могу расстаться со своими старыми, потому что они, кажется, станут лучше, и мне пригодятся. Что, покушаем и едем? Я не голодная, я бы погрела и поехала, а поела бы через часик в машине. Ну, в принципе, нам столько и ехать до дома. Я могу да терпеть вообще. Я могу уже дома поесть в следующий разок. Ну, я тоже, кстати. Сейчас кофе себе подогрею. Да. Я хочу попробовать, я никогда этого не делаю, а вдруг нормально будет. Фу, давай просто заедем кофе, возьмем еще и все. Ну, давай я погрею, мне все равно интересно. Если не вкусно, то заедем. Просто у меня дома... Ой, у меня в машине еще половина батончика, я бы съела его, а дома уже нормальную еду. Все тут осталось. Ну, а донышки. Крутись, крутись. Ой, мы так и не сняли ничего песенного, что-то как-то, я не знаю, устали от разговоров серьезных. Ну, на самом деле у нас такой видос получился, что даже особо не хочется дрыгаться, брыгаться и петь. Не совсем прекрасные новости, мы обсуждали. Да, поэтому... Ну, не все уже быть, танцуально, всякая. Настроение реально было не то. Возможно, из-за погоды. Погода, дождик. Как-то это самое. Вот. Я посила, посилена. Устали обе. Сейчас вот Карину уже довожу до дома, потом заеду к маме. Там мне посылку прислали. Меня дома не было, поэтому к маме отправили. Не знаю пока что, посмотрю. Вот. И потом поеду домой. Так что вот такие вот делишки. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео, послушать наше мнение. Пусть это и не тот влог с дачи, который, наверное, многие ожидали. Вообще. Вообще не тот, но... Даже не поснимаем ничего. Ничего, скоро потеплеет. Будем чаще ездить на дачу, кайфовать, снимать уже веселые видосики, где мы поем. Ну, видосы с дачи у нас всегда разные. Иногда они больше с песнями, иногда они больше с разговорами. Иногда не очень долго мы на даче можем попросить. Ну, как бы вы должны уже были привыкнуть, мне кажется, что у нас всегда все по-разному. Можете считать, что вы как послушали подкаст. Просто все. Мне кажется, такие видео тоже иногда прикольно. Ну да, теперь вы хоть знаете, если кто не знал об лагосфере. А если даже и знаете уже, то узнали наше мнение. Хоть и, мне кажется, каждую проблему минут 20 обсуждали, но все равно. Зато все сказали, что хотели. Помогите, люди добрые, так тяжело. Надевать на себя большие, объемные вещи. Все, спасибо за просмотр. Йоу. Да, спасибо, пока. Пока.